Здравствуйте! В эфире Новый день. 81 год назад, 16 марта, с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская легковая автомашина лимузин марки М1. Ее прототипом послужил американский Ford. Правда, советские инженеры значительно переработали модель. Они изменили конструкцию рулевого управления и привод тормозов, заново спроектировали передние крылья. Автомобиль оказался настолько продуманным, что по некоторым позициям Ford проигрывал ему еще на протяжении 10 лет. Лимузин марки М1 долгое время был одним из самых популярных автомобилей в нашей стране. Советский автопром был любимый руководством СССР. Иосиф Сталин ездил на ЗИС-115, Никита Хрущев предпочитал чайку, а Михаил Горбачев лимузин, выпущенный на заводе имени Лихачева. Мы задались вопросом, а как сегодня выглядит автопарк правительства Чувашии? В это сложно поверить, но на автобазе нас встретили не иномарки, а старые «Волги». Причем держат их здесь не в качестве музейных экспонатов. Они по сей день на ходу. Гупалов на выезд. Сегодня за автобазой и администрацией главы числится около 10 автомобилей этой марки. Конечно, они не составляют основу автопарка. И иномарок бизнес-класса здесь больше. Однако «Волги» часто приходят на помощь. Пару лет назад проводили форум, и к нам приехало очень много гостей со всей России. Чтобы всех их встретить, не хватило автомобилей бизнес-класса. И когда мы в ряд поставили в аэропорту для гостей «Волги», и когда они вышли с самолета, они очень удивились и сказали, что мы нигде не видели такое количество ретро-автомобилей. Сели и достойно оценили состояние наших «Волг». Правда, поддерживать их в рабочем состоянии – огромный труд. Автомобилям больше 10 лет, и это наносит свой отпечаток. Снаружи металл подвергается коррозии. Раз в полгода приходится проводить косметический ремонт. Не лучше дела обстоят и с внутренним наполнением. Так, например, двигатель каждой «Волги» уже неоднократно подвергался ремонту. С 2006 года «Волги» перестали выпускать. И, как вы сами понимаете, труднее стало с запасными частями. А поскольку запасных частей стало меньше, естественно, и с ремонтом стало тяжелее. Не дают покоя автослесарям автобазы и иномарки. Многие из них давно отметили 10-летний юбилей и требуют много внимания. Вот недавно ремонтировали «Форд» Мандео 4-й, толпана прогорели. Ну, от качества бензина, скорее всего, зависит. Конечно, есть в автопарке и автомобили представительского класса. Всего их три – один «Мерседес» и два «Фаэтона». Работники автобазы рассказывают, чаще им приходится иметь дело со старой техникой. Амортизация автопарка составляет 77%. Поэтому пока здешним водителям приходится надеяться на золотые руки автослесаря. В эти выходные в Новочебоксарске пройдут всероссийские соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного учителя Чувашии Владислава Надеждина. В легкоатлетическом маниже города-спутника за звание лучшего будут бороться больше 500 спортсменов из Чувашии, Татарстана, Мариэл, Нижегородской, Кировской, Ульяновской и Пензенской областей. В программе состязания бег на дистанции от 60 метров до полутора километров, прыжки в длину и высоту, толкание ядра. Открытие соревнований 18 марта в 10.30. На этом у меня все. Ну а завтра, завтра будет новый день. Продолжение следует...